Привет, с вами Велосиком. Сегодня у нас большой день. Сравним iPhone 5 и iPhone 4s, а также iPod Touch пятого поколения. Посмотрим, как они ведут себя в играх, как они ведут себя в воспроизведении видео, кто из них быстрее рендерит страницы, запустим бенчмарки, сравним их камеры и все такое прочее. Времени на все про все немного, но все равно запасайтесь терпением. Давайте начинать. Яблочные скидки всем подписчикам от партнера и магазина applejesus.ru Вроде и так должно быть понятно, где кто находится, но чтобы мы с вами говорили на одном языке. iPhone 4s, iPod Touch пятого поколения, iPhone 5. На всех установлена iOS 6 релизная версия. Как видите, все они выключены. Сейчас мы, кстати, протестируем скорость запуска. И на всех были сброшены кэш в Safari, выгружены все приложения. Они с чистого листа стартуют, и это позволит нам делать максимально честные тесты. Будет запустить их втроем очень непросто, но я постараюсь. iPhone 5 чуть-чуть побыстрее, но три пальца, к сожалению, две руки, и на каждые три активных пальца это не так много. Сразу скажу, что в этом тесте выиграет iPod Touch, просто потому, что у него нет 3G и GSM модуля. Ему не нужно грузить эти элементы, и, соответственно, он, конечно же, запустится быстрее, потому что при запуске это, наверное, самый энергоемкий и ресурсоемкий элемент с запусками на GSM. iPhone 5 выигрывает, ну, это понятно, потому что у него все-таки поновее железо. Интересно, насколько отстает iPhone 4s. На самом деле, все это не критично. Вы не так часто включаете и выключаете свои устройства. Дело в том, что этот тест более, наверное, интересен для компьютеров, которые вы включаете и выключаете все-таки, конечно же, почаще. Первым тестом у нас будет лаг на Spotlight. Как вы знаете, Spotlight подлагивает при первом входе. Давайте посмотрим, как это происходит на iPhone 4s. Подлагивает, подлагивает, подлагивает. Ну, в общем, это такая старая тема, которая тянется на iPhone'ах и iPod'ах и iPad'ах уже очень долго. Второй вход уже, как видите, не лагает ни на одном устройстве. Но первый подлагивает. Говорили о том, что в iOS 6 эту неприятность победили, но, к сожалению, как видите, это не так. Так, покажу маленький лайфхак на iPhone. Если вы хотите, чтобы вас не беспокоили, вы включаете авиарежим и потом активируете Wi-Fi. Тогда вы остаетесь в авиарежиме, никто вам позвонить не может, но Wi-Fi у вас полноценно работает. И сразу скажу вот что. Несмотря на то, что, по идее, они все поддерживают Draft N и все должно быть хорошо, к сожалению, Wi-Fi на iPod Touch и Wi-Fi на... не туда пошли. Wi-Fi на iPod Touch и iPhone 5, как вы видите, ловит 5-гигигерцовую сеть. У меня AirPort Extreme. Обзор, опять же, есть на канале. iPhone 4s почему-то эту сеть не видит. Но ничего страшного, мы это переживем. И первый наш с вами тест это... Давайте проведем спид-тест как раз. Посмотрим скорость на каждом из телефонов. Сделаем мы это по очереди, просто потому, чтобы никто ни у кого не крал скорость. Мы выберем чистый именно показатель. Давайте запустим спид-тест. Open speed test. Open speed test. Open speed test. Вот видите, как интересно. Эти два уже стартанули, а iPhone 4s... Siri работает очень своеобразно, поэтому здесь не обращайте внимания. Она может подтормаживать на каком-то устройстве. Это не играет особой роли. Итак, проверяем скорость на iPhone 4s. Скорость загрузки 30. Скорость аплоуда. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что спид-тест не оптимизирован, но он у меня частенько зависает на таком показателе. Причем это, опять же, не зависит от устройства. Но, видимо, программа не оптимизирована полноценно под iOS 6. Давайте посмотрим, что у нас с iPod. Я не думаю, что у них будет какая-то разница. Ну, вот это вроде отвис. Так, что покажет iPhone 5? iPhone 5 не коннект. Ну, опять же, этот тест, наверное, не совсем честный, именно в силу того, что здесь все связано от третьей стороны. Насколько корректно работает сам спид-тест, насколько здесь будет, к какому серверу он подключится. Поэтому, ну, в данном случае, я не знаю, он завис. При этом, как вы понимаете, ничего сверхъестественного мы от него не требуем. Спид-тест. Вот так вот он себя ведет. Ну да, программа абсолютно не оптимизирована под iOS 6, к сожалению. Хотя это популярная штука, должна, по идее, как-то работать. Но, как вы видите, на iPhone 5 одинаковый iOS 6, как вы понимаете. На iPhone 5 она вообще работать не хочет. Ну, окей. Так, ладно. Не хочешь, как хочешь. Ну, в общем, вот так вот. iPhone 4s, iPhone 5 победил, iPhone... iPod Touch. Я, кстати, постоянно называю его iPhone 5, не знаю, почему это происходит. Видимо, они очень похожи, и мозг как-то на iPod совсем не переключается. Следующий тест, который я хочу провести, мы сделаем в Safari. Это бенчмарк браузеров. Для этого мы идем в закладки. Закладки. Где они у нас? Нам нужен iPhone. Да. И запускаем браузер одновременно. Раз, два, три. И, а, ну, собственно, это, кстати, не так критично, потому что нам надо еще сам браузер запустить. В смысле, тест запустить. Бэм. Пошел браузер. Смотрим тесты. Здесь тестируется графика, вообще производительность всех систем, наверное, HTML, как они работают. Тесты достаточно долгие, поэтому я, наверное, не буду их пропускать, потому что они как бы не быстрые, но я параллельно могу кое-что рассказать. То, что у нас нельзя показать на видео. Во-первых, я, конечно же, тестировал звук. Если вы смотрели вчера видео, я тестировал очень долго iPod Touch и iPhone 5, причем делал это на одних и тех же наушниках. И AirPods комплектный от iPod Touch. И, кстати, вы знаете, очень печально, что в комплекте с iPod Touch идут наушники без микрофончика, потому что с Siri было бы очень удобно. Да, в нем нет 3G-модуля, вы не можете на улице, например, попросить Siri что-то сделать, но, тем не менее, это было бы очень-очень удобно. Если ваш iPod лежит в кармане, с помощью Siri вы могли бы менять музыку, запускать какие-то треки, это было бы удобно. К сожалению, этого нет. Я попробовал, в принципе, вы можете попытаться из кармана просто через микрофон договориться с Siri, но велика вероятность, что у вас это просто-напросто не получится. Так вот, что касается музыкальной части iPhone 4s и iPhone 5. Вы знаете, на мой взгляд, несмотря на то, что там разные аудиопроцессоры, они очень схожи по звучанию. iPod Touch выигрывает за счет громкости. Причем, если вы не знаете, разные устройства имеют разную громкость, потому что в Евросоюзе действуют какие-то законы, ограничивающие громкость. Видимо, европейцы недостаточно сообразительны, чтобы выставить ограничение громкости, им это надо делать на уровне парламента. Так вот, европейские устройства априори чуть тише могут быть, по крайней мере в Испании это однозначно, чем американские, к примеру. Но, вы будете смеяться, но iPhone 5 у меня американский, поэтому, кстати, я не знаю, у него была симка AT&T, но при этом он анлокнутый. Как это получилось, это мы отдельно потом поговорим. Так вот, он американец, а iPhone 4s у меня, правда, европеец, да, к сожалению. Ну что ж, iPhone 5 закончил тест первым, iPhone 4s пришел вторым, iPod Touch пока заканчивает. Цифры 192 тысячи, к сожалению, нам тяжело говорить о том, насколько эта цифра совпадает вообще, за что она отвечает. Я могу сказать, что на MacBook эта цифра была около 600 тысяч, ну так для сравнения, да. Но мы можем говорить о том, что iPhone 5 по сравнению с iPhone 4s практически в два раза быстрее по всем вот этим вот HTML тестам в браузере. Собственно, само собой это будет отражаться и на рендеринге страниц, на скорости загрузки и так далее. Давайте попробуем какой-нибудь сайт с тяжелой графикой, например, The Verge нам подойдет. Скорее всего загрузится мобильная версия, да. И нам теперь нужно загрузить с вами полноценную версию, что мы сейчас и сделаем. Скроллинг на всех устройствах, само собой, плавный и быстрый. Мы сейчас попробуем зуммирование. Итак, Full Sight. Дальше, чтобы они на одной были. Ага, попал. Неужели? Смотрим, кто загрузит быстрее. У меня, конечно же, есть четкое понимание, что iPhone 5 должен выиграть. Да. Несмотря на то, что графика впервые появилась на iPod Touch, iPod Touch, на мой взгляд, загрузил немножко быстрее. Давайте откроем какую-нибудь статью. Скажем, вот эту. И смотрим, кто первым загрузит. Практически одномоментно. Ну и, само собой, практически идентичные все показатели. Такие, как... Не надо ничего грузить. Ну, в общем, скроллингом с загрузкой страниц никаких проблем нет. У iPhone 5 больше оперативной памяти, чем у iPhone 4s и iPod Touch. 1 гигабайт против 512 мегабайт здесь и здесь. Именно поэтому здесь больше хранится табов, скажем так. Я сейчас не смогу это показать. Это должно быть во времени. Но когда вы открываете несколько закладок, несколько-несколько, перезагрузка страниц случается реже, чем на iPod Touch 5 и iPhone 4s. К сожалению, это факт. Ну, давайте посмотрим еще какой-нибудь сайт. Сложный, тяжелый, чтобы нам с вами понятно было, кто это будет. Давайте Engadget, раз мы уж пошли по техноблогам, пускай это будет Engadget. Кстати, по поводу камеры. Слышите, да? Это за счет того, что камера здесь все-таки выпирает. Соответственно, он лежит неровно, у него вот так вот происходит. Поэтому, если он лежит на столе, не очень комфортно вот так нажимать. Ну, если вы нажимаете на экран, то этого не происходит. Здесь вот на краю это, конечно, ощущается. Так, давайте какую-нибудь статью откроем. Ну, например, вот эта первая мне нравится. И... Кто первый? iPhone 5, iPod Touch, iPhone 4s. По этим характеристикам они более-менее, опять же, совпадают. Я не знаю, я думаю, что, в принципе, достаточно тестов. Понятно, что в случае рендеринга страниц, даже тяжелых, что iPhone 5, что iPhone 4s, что iPod Touch, их мощностей более чем хватает. Конечно же, все загружается быстро. И где-то какие-то секунды на что-то тратится, в большей степени на iPhone 4s, но, тем не менее, более-менее это все похоже. Давайте запустим Geekbench. Угу. Open Geekbench. Кто первый? iPhone 4s выиграл. Ну, опять же, Siri... Помните, в прошлый раз он тормозил, теперь он первый. Ну, вот такие вот вещи случаются. Вообще, скорость работы Siri зависит, в первую очередь, конечно же, от скорости интернета. Ну, в данном случае непонятно, что происходит. Итак, посмотрим. iPhone 4.1, iOS 6, 800 МГц, iPod 6.0, 6.0. Так, самая высокотактовая частота, конечно же, у iPhone 5, Apple A6. Двухъядерный процессор работает на частоте 1,3 ГГц. Также двухъядерные процессоры Apple A5 здесь и здесь работают на частоте 800 МГц. Ну что, запускаем бенчмарк. Вау, вау, вау. Ну, скорость прохода самого бенчмарка нас в данном случае не так сильно интересует, просто потому что, к счастью, здесь есть финальные очки, которые дадут тот самый результат. У iPhone эта цифра порядка 1640 местных попугаев. Варьируется от, ну да, 1638, вы видели, да, что iPhone очень быстро проходит этот тест. Здесь есть, соответственно, разбивка этих результатов, что-то по производительности, что-то по еще чего-то, но, в принципе, нас интересует, конечно же, финальная цифра, которая в данном случае стала 1638. И вы видите, насколько быстрее прошел этот тест iPhone 5 по сравнению с iPod Touch 5 и iPhone 4s. Ну и вы видите, что практически идентичны iPhone 4s и iPod Touch. Я что хочу сказать. Мне кажется, что при прочих равных, несмотря на то, что у них практически, да не практически, одинаковый железо, одинаковый процессор, одинаковое количество оперативной памяти, iPod Touch, конечно, будет помедленнее, просто потому что у него больше экран, и его графический процессор отрисовывает выше разрешения. Поэтому, само собой, мне кажется, что он будет чуть-чуть проигрывать iPhone 4s практически всегда. Давайте протестируем видео. Я думаю, что это тоже будет многим интересно. Для этого мы используем плеер AV Player. Open AV Player. Ну вот здесь все отработали хорошо, за исключением iPhone 4s. Не понимаю, что происходит, но ладно, пускай так и будет. Для этого мы сейчас выключим звук на этих устройствах. И отдуваться у нас будет один iPhone 4s. К сожалению, AV Player не оптимизирован под разрешение iPhone 5 и iPod Touch пятого поколения. И более того, его вообще выкинули из App Store, поэтому это достаточно такая интересная история. Выкинули его за то, что здесь использовался гибрид кодек, который в обход ограничений Apple запускал HD-декодирование видео. И вы могли смотреть МКВ. Сейчас он отключен на всех устройствах. И мы смотрим с вами для начала 720p. Давайте загрузим их одновременно. Что же ты будешь делать? Какая-то анимешка сэмпла я качал на каком-то специальном сайте, на котором все это расписано. 3 мегабит битрейт на всех плеерах. Ну и, собственно, вы можете видеть, что никаких проблем с воспроизведением нет ни на одном из плееров. Теперь попробуем 10 мегабит. Это битрейт, который будет справедлив для практически всех рипов, которые вы качаете в интернете. Ну и что я могу вам сказать? Здесь тормоза, здесь тормоза, здесь, как вы видите, все идет плавно и быстро. Еще раз скажу, что отключен тот самый гибрид кодек, который был выкинут отсюда. К счастью, те, кто в свое время купили AV-плеер, могут этот самый гибрид кодек включить в настройках. Кроме HD-декодирования, вот он здесь. И если вы запустите файл с этим самым кодеком, то никаких проблем с воспроизведением видео у вас не будет. Сейчас я продемонстрирую на примере iPhone 4s. Чуть потормаживает видео в начале. И, как вы видите, никаких проблем с воспроизведением нет. Но кто успел, тот и съел. Сейчас аналог AV-плеер, O-player HD, по-моему, он называется, в версии для iPad. И есть просто O-player в версии для iPhone и iPod. Но он вот такой вот хитрой штуки с гибрид кодеком не имеет. Поэтому, к сожалению, воспроизводить 1080p MKV. Зачем это вообще надо? Многие спросят, зачем это нужно? Зачем так извращаться на маленьком экране и смотреть такой битрейт? Очень просто. Во-первых, это распространенный формат для рипов в интернете. И второй момент, вы можете со своего iPhone загружать видео, например, на Apple TV через AirPlay. Почему нет? Многие, я думаю, этим будут пользоваться. И пришло время для, наверное, самого интересного теста. Это игровая производительность. Вы знаете, я накачал много игр, и FIFA 13, и Air Supremacy. Но в итоге мой выбор пал на Wild Blood по одной простой причине. Во-первых, игра построена на Unreal Engine 3. Во-вторых, она не очень хорошо оптимизирована, что дает нам прямую производительность. И, с другой стороны, она все-таки оптимизирована для iPhone 5 и iPod Touch по экрану. Чего, кстати, не сказать об Infinity Blade 2. Именно поэтому я эту игру не взял для данного теста. Ну что ж, попробуем запустить все это одновременно. На счет 3. Раз, два, три. Потому что я все время промахиваюсь на iPhone. Он у нас всегда получает немножко форы. Но, вы знаете, интересно, что даже, конечно же, с форой он всегда приходит к винишу первым. К сожалению, это так для iPhone 4s и iPod Touch. И, как я и говорил, iPod Touch при одинаковом железе будет всегда опаздывать. Хотя в данном случае опоздал iPhone 4s. Ну что ж, попробуем одиночную игру. Я вам сейчас расскажу кое-что интересное, те наблюдения, которые я сделал. Так, нас интересует глава 1. Давайте так, эти два мы стартанем одновременно. Одновременно? Почти. Не надо про Альбион. Не надо нам про Альбион. Грузи игру. И смотрим, кто придет к финишу первым. Ну, здесь, опять же, не совсем честно, потому что они все, видите, грузят разное. Но, сколько я не пытался заставить это все грузиться в одном формате, у меня не получилось. Что я вам хочу рассказать интересного про устройство. Смотрите. Если мы говорим про iPhone 4s, мы сейчас немножко фокус сюда наведем. Вы можете видеть на заднем плане, вот там, это песок такой летит. Если мы бежим, то вы видите эффекты бега. И, соответственно, все это, правда, немножко, на мой взгляд, умри, 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 подтормаживает. Давайте еще одного врага убьем, и я покажу наглядно, как это выглядит. Если вы бьете мечом с анимацией, ну, видите, да, немножко подтормаживает. Конкретно причем так, подтормаживает, да? Что происходит на iPod Touch? На iPod Touch не подтормаживает, но не потому, что он такой могучий, а потому, что они убрали эффекты. Видите, при беге нету ничего, никаких эффектов вокруг не появляется. Ну, и самое, конечно же... Так, давай свой этот. Когда выпрыгнут супостаты, если вы сделаете суперудар, тоже эффектов нету. И во время ударов эффектов нету, и текстуры хуже. В общем, это, на самом деле, очень заметно. Ну, и, конечно же, самая богатая производительность в данном случае будет на iPhone 5. Потому, что на нем, соответственно, есть и эффекты, все, какие должны быть. И, само собой, ничего не тормозит. То есть, на нем самый плавный, самый богатый рисунок, самая богатая графика, картинка, там, не знаю, как это называется. Поняли, да, разницу? По игровым характеристикам. Ну, в общем, наверное, на этом мы сравнение игровой производительности закончим. Пускай оно немножко куцей получилось, но, тем не менее, это так. Следующая фишка, которую я хотел вам показать. Смотрите, я до этого открывал FIFA 13, запущена на всех трех устройствах. Давайте перейдем. И то, что я говорил, разница в оперативной памяти. Здесь игра стартует заново. Здесь вы можете, несмотря на то, что вы играли в... Да, что же у меня с языком. Несмотря на то, что вы играли в Wild Blood, вы можете продолжить и начать игру непосредственно в FIFA. То же самое вы можете обратно прыгнуть в Wild Blood. И здесь игра тоже стоит на паузе. Вы можете ее снять с паузы и... Надо что-то купить. И продолжить. И переключаться между играми вот в таком режиме. Более того, нет, Air Supremacy уже не попал. Под раздачу запускается. А, нет, смотрите, тоже работает. Здесь что-то коннектится. Соответственно, гигабайт памяти позволяет вам вот таким вот образом прыгать между играми. Такого, конечно же, на iPhone 4s и iPod Touch вы не увидите. Теперь попробуем следующую ситуацию. Мы загрузим Dropbox, выгрузим оттуда PDF и откроем его в iBook. Стандартная процедура. Посмотрим, как с этим справятся все три устройства. Попробуем открыть через Siri. Open Dropbox. Так, никто из них не понял. Это вообще iBook открыл. Так, ладно, Siri. Не прошла ты этот тест. К сожалению, к сожалению, к сожалению, к сожалению, Dropbox пока не оптимизирован под пятый iPhone и iPod Touch. Открываем нашу тестовую папочку. Я не нашел ничего прикольнее, чем скачать непосредственно GQ-скан журнала. Просто потому что он тяжелый, с большим количеством графики, и я думаю, что будет очень удачно для теста. Ну что, ждем, пока все это загрузится, и посмотрим, как это откроется в iBooks. Итак, PDF загрузился. Конечно же, быстрее всего работает на iPhone 5. Вы видите, и зумирование никак не влияет на том, как отрисовывается PDF. И если вы его листаете, опять же, все это происходит быстро, плавно и без подзагрузки. Это очень важный момент. Все странички сразу загружены, и очень приятно их. Ну-ка, Леонардо, Лео, как ты у нас, как твой глазик? Нет, нормально на самом деле выглядит, и, в общем-то, PDF смотреть через iBooks. Есть другие программы, которые позволяют делать это, может быть, даже с большим удовольствием, типа Goodreader. Меня iBooks, в принципе, устраивает более чем для просмотра PDF, как я думаю, что этого достаточно. Причем, примерно такая же ситуация. Текст маленький, все видно даже на iPhone. Само собой, я, если и смотрю PDF, то делаю это на iPad. Ну, и, как вы видите, на iPhone 4s и iPod Touch абсолютно одинаковая ситуация. Каждая новая страница загружается сначала в упрощенной версии, и потом уже подгружается ее полная копия. Но это происходит настолько быстро, что вы даже не будете особо насчет этого заморачиваться. Единственное, при быстром перелистывании, конечно же, немножко не успевает подгружаться PDF-ка. Но такого нету, конечно же, на iPhone 5. Ну, и iPhone 4s, ровно, как я и сказал, такая же ситуация, как и у iPod Touch 5-го поколения. Все то же самое. И с этим, ну, опять же, это никак не влияет на ваше восприятие тех самых PDF-ок. Если у вас есть желание почитать журнал, вы можете это сделать. Хотя я, конечно, рекомендую качать полноценные версии из App Store. GQ очень прикольное приложение сделал. И там, конечно, читать журнал намного приятнее. Но у нас самое интересное для многих тест — это камеры. Я иду в лес, и именно там мы будем тестировать камеры, смотреть, какое устройство как снимает. Для того, чтобы провести сравнительный тест камеры, я выбрался в ближайший лесок. Итак, вот этот маршрут мы сначала пройдем с помощью iPod Touch 5-го поколения. Заодно вы, кстати, можете проанализировать действия встроенного стабилизатора, как он работает. Работает, наверное, не очень хорошо, но, тем не менее, все равно это лучше, чем совсем без любого. И вы можете оценить качество съемки. Конечно же, качество съемки зависит от многих факторов. В первую очередь, от освещения. Сейчас оно будет неплохой на любой камере, потому что сегодня день пасмурный. Это очень хорошая погода для съемки видео. Но, тем не менее, сейчас вы наблюдаете весь процесс самостоятельно. А теперь мы пройдем тот же самый маршрут с помощью iPhone 4s. Посмотрим, как он работает здесь. Как работает оптическая стабилизация на iPhone 4s. Напомню, что у iPhone 8-мегапиксельная камера, у iPod Touch 5-мегапиксельная. Но они оба снимают видео в 1080p на 30 кадрах в секунду. Насколько лучше или хуже. На экранчике выглядит примерно одинаково. Смотрите, конечно же, чтобы увидеть разницу, нужно смотреть в 1080p. И я бы советовал просмотреть эти моменты по несколько раз. Именно в таком формате будет понятно, какой же из смартфонов лучше. Вернее, в данном случае смартфон у нас iPhone 4s, а iPhone 5-мегапиксельный все-таки плеер. Но оба работают на iOS. И заключительный этап. Теперь смотрим, как себя покажет iPhone 5. Тот же самый маршрут с помощью iPhone 5. Специально не длинная тропа, чтобы недалеко ходить туда-обратно. 1080p, я думаю, будет красиво. Золотая осень. Все дела. Мне кажется, по крайней мере сейчас, что iPhone 5 немножко... Яркость у него повыше, чем у остальных. Хотя... Посмотрим, как это будет на видео выглядеть. Мне кажется, что общее качество должно быть примерно одинаково. Небольшая разница. И еще раз тот же самый маршрут. Но в этот раз мы снимаем одновременно на iPod Touch 5 и iPhone 4s. Звук в данном случае будет записываться с iPod Touch. Вернее, звуковая дорожка, которую вы сейчас слышите, записана на iPod Touch. Потому что, опять же, iPhone 4s многие слышали. А iPod Touch это просто интересно послушать, как он записывает звук. С учетом, что у него поменьше микрофончиков, я думаю, многим будет интересно. Опс. Вот если бы я сейчас упал, было бы вообще супер круто. Очень красиво в лесу. Даже уходить отсюда не хочется. Кто лучше снимает, вопрос остается открытым. Пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, лучше снимает. У кого лучше оптическая стабилизация, у кого лучше линза. Кто в этом плане победитель. Пора подводить итоги. Я хотел еще пару игр показать. Выбрал для этого Dead Trigger. Но, вы знаете, оказалось, что она абсолютно одинаковая на всех устройствах. На iPhone 5 и iPod Touch она еще и не оптимизирована. Поэтому, абсолютно, здесь не на что смотреть. По производительности и по графике они все одинаковые. Обзоры, если на канале, если хотите посмотреть, хорошая игра. И вообще, все игры, которые я посмотрел, абсолютно одинаковые идут на всех трех устройствах. В этом плане Wild Blood оказалась очень удачна. Потому что она показала разный подход к оптимизации игры. На iPhone 5, само собой, максимальная графика и очень все быстро, красиво. На iPod Touch нет части эффектов. За счет этого все, опять же, быстро. Но не так красиво, как на iPhone 5. И на iPhone 4s все красиво, но не быстро. Напишите, кстати, в комментариях, какой вам подход ближе. На iPod Touch, когда вам режут графику, но за счет этого у вас быстрый FPS. Либо же максимальная графика, но страдает производительность. Это такой PC, кстати, вариант в большей степени. Но, мне кажется, это показательно. И давайте, наверное, подводить тихонечко итоги. Потому что полчаса длилось это сравнение. Оно весьма такое было всеобъемлющее. Много было, наверное, накладок и оговорок. Но, тем не менее, за счет этого получился такой ламповый, домашний, практически сравнительный тест. Это тоже неплохо. Что я могу сказать? По бенчмарку. Конечно же, iPhone 5 впереди. Новый процессор A6. Тактовый частотой 1,3 ГГц. Два ядра CPU. Три ядра GPU. Это, на самом деле, тоже очень все, ну, скажем так, интересно выглядит. И, само собой, сейчас выжимает из iOS все соки. Заслуженный ветеран процессор A5, который впервые появился в iPad 2, вы можете себе представить, уже много лет назад. Но, тем не менее, до сих пор действующий, ну, скажем так, идущий в ногу со временем. И, если говорить о производительности iPhone 4s и iPhone, iPod Touch пятого поколения, то, как вы видели по бенчмарку, они идут нога в ногу. Единственное, что мне кажется, я все-таки остаюсь при этом мнении, что при прочих равных iPhone 4s всегда будет чуть быстрее за счет экрана. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и с точки зрения производительности отрисовать чуть-чуть больше пикселей, это не так страшно. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Опять же, пишите свои комментарии, мысли на этот счет. Делитесь своими наблюдениями. Что касается HTML-теста. Safari оказался, опять же, быстрее на iPhone 5. Он рендерит странички побыстрее. Бенчмарк это доказал. Но это все упирается в доли секунды. С другой стороны, кто-то скажет, что секунда здесь, секунда там. За день можно бежать 2-3 минуты. Это уже все равно большой-большой срок. И показательно, что iPhone 5, конечно же, быстрее. Вопрос именно во сколько или на сколько. Еще раз я убеждаюсь, знаете, в какой мысли, что если говорить о сравнении устройств, когда они только вышли, само собой разница между iPhone 5 и iPhone 4s будет заметна где-то через год. Вы помните, если посмотрите, год назад я делал сравнение iPhone 4s и iPhone 4. И тогда разницы между ними тоже не было. А сегодня, если положить iPhone 4s и iPhone 4 рядом, вы увидите ее невооруженным глазом. И, кстати, я сделаю обязательно тест сравнения iPhone 4, 4s и iPhone 5. Это надо сделать, потому что многие спрашивают. Здесь у нас все-таки в центре внимания был iPod Touch 5 поколения. С ним было интересно сравнить, насколько он сейчас отстает или не отстает от текущих айфонов. Так вот, iPhone 4 ушел гулять, поэтому мы его сюда четвертом положить не смогли. Да и вообще, как показывает практика, уже три устройства очень много. Четыре бы у нас просто не влезло сюда и было бы совсем невозможно ими оперировать. Либо нужно срочно отращивать третью руку, которая была бы очень кстати. Так вот, закончили мы на игровом тесте. Как вы видели, ну, собственно, Wild Blood я о нем сказал. Единственное, что дополнительные 512 мегабайт оперативной памяти, которые здесь есть, всего гигабайт. Здесь по 512. Это не просто так. Они позволяют с большим, наверное, даже комфортом работать с устройством. Как вы видели, можно совершенно спокойно перемещаться между несколькими тяжелыми играми, либо программами, которые, само собой, остаются висеть в оперативной памяти и быстро подгружаются. Не так, как это происходит на iPhone 4s и iPod Touch 5 поколения. Это будет заметно во многих вещах. Например, в Safari тяжелые вкладки, опять же, перемещение между ними не будет рендериться заново. Это тоже большой плюс, и опять же, это будет заметно в будущем. Сегодня, конечно же, 512 мегабайт более чем достаточно, особенно в силу того, что iOS очень бережно расходует все эти несчастные мегабайты и не разбазаривает их направо и налево, как бы они этого и не хотели. Ну и, само собой, есть смысл сказать о камере. Обязать тесты делайте сами, в смысле, выводы по тестам делайте самостоятельно. Я думаю, что каждый может выбереть что-то свое. Пишите, какая камера вам понравилась больше. Думаю, многим будет все равно интересно. И в описании к этому видео вы найдете ссылки на фотографии. Я сделал по одной штучке. Я думаю, что этого, опять же, будет достаточно. Примерно один и тот же сюжет, примерно с одного и того же места. Ну, вернее, место одно и то же. Я стоял на нем. Уж насколько получилось сфотографировать ровно то же самое. Опять же, пишите, делите своим впечатлением. Ну и, мне кажется... А, и видео мы посмотрели. Опять же, с учетом AB Player, которого сейчас нету, к сожалению, в App Store, без специального гибрид-кодека, который позволяет задействовать все ресурсы CPU. Я знаю, почему Apple выкинула их из App Store, потому что тогда очень быстро садится батарейка. Это, конечно же, не путь Apple. Они этого не позволяют. Так вот, даже без этого замечательного кодека iPhone 5 совершенно спокойно справился с Full HD MKV RIP, который мы запускали вторым. И вы видели, насколько он быстрее обрабатывал это видео по сравнению с iPod Touch и iPhone 4s. На мой взгляд, это тоже показательно. И, наверное, это все тесты, о которых я хотел рассказать. Тестировать можно сколько угодно. А, ну мы еще посмотрели на то, как работает Dropbox. Меня, кстати, удивляет, что такие люди, как разработчики Dropbox, до сих пор не оптимизировали свое приложение под iPhone 5. Это не какая-то хитрая графика. Там это сделать можно просто за секунды. Это, мне кажется, какое-то странное шапкозакидательское отношение. Но, тем не менее, вы посмотрели, как можно совершенно спокойно загрузить файл в Dropbox, открыть его в iBooks. И тот самый журнал, скан журнала, который мы открывали, весил 300 мегабайт. И вы посмотрели, как все три устройства ворочают огромной PDF-кой на 300 мегабайт. Само собой, iPhone 5 справился с задачей лучше всех. Он без подзагрузок все это делал. iPhone 4s и iPod Touch 5-го поколения справились одинаково. Тоже весьма комфортно. Единственное, при быстром пролистывании все-таки отрисовывать все, что там происходит, он не успевал. Но это, опять же, не критично. Пишите в комментариях, задавайте свои вопросы. Если о чем-то, о чем здесь не сказал, там, наверное, расскажу. Само собой, очень много было вопросов, как же с батарейкой. Что происходит с батарейкой в iPhone 4s и iPod Touch? Ну, поймите, что в рамках этого видео сравнить такие вещи, наверное, нельзя. Потому что здесь все-таки такой лайв-тест. И можно запустить какой-то battery eater, который будет там 8 часов потихонечку убивать батарейку. Но я, может быть, это сделаю как-то просто в следующий раз. Единственное, что могу сказать. Конечно же, iPod Touch по времени работы, на мой взгляд, будет выигрывать за счет того, что при одинаковой эксплуатации, я говорю, потому что здесь задействованы 3G модули, GSM модули. И если они все будут работать на Wi-Fi, то, наверное, показатели будут у всех примерно одинаковые. Что касается энергопотребления, вот именно с GSM, iPhone 5 работает где-то в среднем на час-полтора дольше, чем iPhone 4s. Ну, и для всех показатели будут около 7, я думаю, 8 часов эксплуатации в не очень активном режиме. Я имею в виду и с подключенным, например, Wi-Fi. Если вы не катаетесь в метро где-нибудь по Москве. Поэтому более чем достаточно, мне кажется, для рабочего дня. А это уже, на самом деле, основной показатель. Если у вас хватает на то, чтобы закрыть ваш рабочий день, то устройство справляется со своей обязанностью. Ну, о каких-то, может быть, тонкостях, опять же, расскажу в Твиттере. Поэтому подписывайтесь. Вообще, многие вопросы, которые вы здесь задаете, к моему великому сожалению, я так или иначе освещаю в Твиттере. И повторяться просто на YouTube в комментариях нет никакого желания. Поэтому я вам очень советую. Если вас интересует Apple техника, если вы покупаете, выбираете, просто фанатеете, то подписывайтесь на мой Твиттер. Там, собственно, все самое интересное. Все первые новости, все, что я пишу, я скидываю именно в Твиттер. Именно там вы найдете все самое интересное. С вами был Велском. Подписывайтесь также на канал обязательно, чтобы не пропускать видео. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, если вы хотите задавать какие-то вопросы, вам что-то непонятно. Армия наших Apple фанбоев вам обязательно поможет. И спасибо, что смотрели это видео. Еще раз, если были какие-то оговорки и накладки, все это от души. А еще не забудьте поставить лайк. Иначе я задушу Сирию. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok